приготовлю вкуснейший крем для торта для него я приготовила заварную основу рецепт заварной основы уже есть на канале ссылочка будет в описании под видео я приготовила заварную основу и в горячую добавила 100 граммов масла 10 граммов желатина залила холодной водой 60 миллилитров дала набухнуть и теперь он нам пригодится для приготовления торта 200 граммов сливок жирностью 33 процента охлажденных взбиваю с помощью миксера до плотного состояния отставлю пока в сторону желатин распущу в микроволновке распущенный желатин введу постепенно в заварной основе постоянно при этом перемешивая с помощью миксера на небольшой скорости венчики после сливок можно не мыть можно в принципе облегчить себе процесс можно ввести набухший желатин сразу же горячую заварную основу и тогда не придется таким вот образом ее замешивать добавляю в основу 85 граммов фундучного пралины вот такая прекраснейшая очень ароматная и вкусная основа для крема получилось и теперь нам остается ввести только взбитые сливки осторожно вымешиваем до однородности и наш крем будет готов вот такой прекрасный крем получился со вкусом карамельно-орехового мороженого собирать свой торт я буду с бисквитом с пралине рецепт этого бисквита уже есть на канале ссылочка будет в описании под видео собираем в кольце потом крем стабилизируется и торт будет стабильным этот крем с желатином он не очень хорошо пропитывает коржи не успевает поэтому пропитываем коржи пропитываем чем угодно обычным можно пропитывать сахарным сиропом молочным сиропом сливками абсолютно торт на всем чем хотите можно даже соком торт у меня будет с апельсиновым мармеладом выкладываю апельсиновый мармелад на бисквит по центру примерно распределяю выкладываем наш крем так как в бисквите 4 коржа делим на 4 части крема и выкладываем затем следующий бисквит снова его необходимо пропитать снова мармелад по 110 граммов примерно у меня получается на каждый коржик выкладываем еще четвертую часть крема можно взвесить на весах можно примерно на глаз вы хотите чтобы все слои были абсолютно одинаковыми взвешиваете свой крем я выкладываю третий корж и на этом я останавливаюсь и больше не буду делать слоев так как мне необходим маленький тортик для верхнего яруса но крема вполне хватает для сборки полноценного торта из 4 коржей этот крем можно поместить в креманке охладить это будет прекрасный десерт который можно подать со свежими фруктами ну и